Всем привет, дорогие друзья! Всем привет из Канады, из весенней Канады. И вот эта композиция олицетворяет приближающийся праздник Истер, который, в принципе, не переводится, а Истер – это католическая Пасха. Ну, я вам уже рассказывала у себя на канале, что католическая Пасха – это зайцы, зайцы и яйца. Ну, вот зайцы – это символ зайца, кролики – это символ Истера. И, в принципе, вот сегодня пятница, видео выходит, и сегодня еще не Истер, а праздник, который называется Гуд Фрайды. Хорошая пятница – это предшествующий день Пасхи, а Пасха, то есть Истер, будет воскресенье у нас. Ну, и сегодня мы с вами идем в магазин КОС. Мне написали девочки, подписчицы, мои зрительницы, что в КОС сейчас большие скидки, и я решила пойти посмотреть. Мне стало интересно, но, в общем-то, скидок у нас нету. Я это поняла уже, приближаясь к магазину, потому что у нас обычно, когда скидки в КОС, то на витрине, на окне прямо написано, что распродажа, сейл и сколько процентов распродажи. А в этот раз ничего не было. И действительно, зайдя в магазин и обойдя весь магазин, я поняла, что распродажи нету. Это удивительно и странно, потому что… Ну, непонятно мне эта политика КОС, почему в разных странах распродажа в разное время. Но как есть, то есть. И давайте тогда будем рассматривать то, что есть в магазине, не на распродаже, а то, что есть за полную цену. Понравились мне эти сумочки. Симпатичные такие. Вот эта маленькая, по-моему, 95 долларов стоит. И есть такая же большая, подороже немножко. И я почему-то сначала подумала, что они из кожи, а потом, приглядевшись, я посмотрела, что написано, что это полиэстер или что-то похожее название какое-то. В общем, короче, они из какой-то синтетики, не кожаные, но выглядят симпатично. Немножко бижутерии есть в КОС. Бижутерия в КОС дорогая, довольно дорогая, но очень такая, знаете, минималистичная, такая скандинавского стиля, но симпатичная. Вот есть такие цепочки в серебряном тоне и в золотом. Ну, очень даже миленькие. И серьги с речным жемчугом. В принципе, это уже так давно вошло в моду, вышло из моды. Ну, в общем, они все время делают эти серьги с речным жемчугом. Много лет, и, в общем, это как бы уже не совсем тренд, но неважно. Так, давайте дальше смотреть, что у нас в магазине есть. Есть много очень зеленых цветов, зеленых и розовых. Я заметила это еще в прошлый раз, когда я ходила в КОС, и вот сейчас снова те же цвета, те же тенденции. Вот интересный, очень симпатичный такой зеленый кардиган. Он очень простой, но бесподобный совершенно цвет. И такой, знаете, какой-то вот он необычный своей длиной, своей застежкой. В общем, понравился он мне. Розовое платье. Я примеряла такое платье черное с синим, синим таким геометрическим рисунком. Оно потом здесь мелькнет при съемке где-то. И оно такое немножко, знаете, странного фасона. С одной стороны, интересное, такое необычное. С другой стороны, как-то странно оно на мне сидело. Ну вот, у них есть еще черный такого цвета и розовый, ярко-ярко цвета фуксии. Еще немножко украшений. Очень простые такие сережки, дутики такие побольше, колечки поменьше. 70 долларов стоят, по-моему. Сережки 69. Ну, в общем, это очень дорого. Вот, если учесть, что это не драгметаллы, а железо. Большие-большие пластиковые цепи. Мы с вами в каком-то видео, где я показывала свои украшения, обсуждали тему того, что цепи никогда не выходят из моды. И я вспоминала, что вот в 80-х вошли в моду вот эти большие пластиковые цепи. И они до сих пор в моде. Эти безумно дорогие. 100 долларов стоит вот эта вот нитка с цепями. В общем, пластик. Я не знаю, коз сошел с ума с этими ценами вообще. Так, симпатичная очень платьица зеленая. На бретельках подойдет к тому зеленому кардигану, который я вам до этого показывала. Они абсолютно одинаковые одного и того же цвета. И одна и та же структура ткани. Я думаю, что вместе они бы очень неплохо смотрелись. Вот очень интересное платье. Мне оно понравилось. По-моему, написано, что оно сделано из купра. Купра — это такой вид шелка. Я вот никак не пойму разницу между шелком и купрой. Я когда-то гуглила и пыталась понять. Написано, что это шелк. Ну, в общем, короче, платье с запахом. Интересные полоски. 190 долларов оно, по-моему, стоит. Ну, цены в кос — это вообще-то не предмет для обсуждения, потому что очень высокие цены. И кос — очень дорогой магазин стал у нас, особенно последние пару лет. В общем-то, можно покупать только на распродажах. За полную цену покупать очень дорого. Симпатичные такие коротенькие курточки вот такие на весну. Тоже такие, знаете, скандинавско-минималистичный стиль. Но что-то в них есть такое элегантное, приятное. Вот, кстати, отпариватель стоит у них. То есть в кос они, в общем-то, отпаривают вещи. У них практически ничего не висит мятая, а все такое вот в приличном состоянии. Это, по-моему, льняная рубаха. Ну, такая, в принципе, ничего не такого. Обычный базовый цвет. Это мне не очень нравится. Какой-то бежевый, коричневый. Так, как-то так, знаете. Ну, лен всегда хорошо, но хотелось бы чуть-чуть поярче. Вот это интересное платье. Вот на манекене оно настолько красиво выглядит и подчеркивает фигуру. Отрезная такая спинка. Вот в прямом смысле отрезная. И там она как-то на завязочках завязывается. Производит такое, знаете, впечатление очень тонкой талии, создает. Но, конечно, не все решатся ходить вот с этой вот полуголой такой спиной и голые бока. Нужно иметь действительно очень тонкую талию и очень, как бы, никакого жира и никаких лишних, лишних кусков кожи. Розовое платье тоже симпатичное, тоже дорогое. И, в общем, тоже такое интересное, интересная ткань. Вот это очень интересная вещь. Я не поняла, если честно, платье ли это, или это как туника такая, знаете. Потому что я сначала подумала, что платье. Потом я подумала, что для платья оно немножко коротковато. Но очень интересная ткань. Я имею в виду расцветка. Это такой, знаете, как будто старинный гобелин, старинная картина какая-то. Хоть и черно-белая, но, в принципе, по цветам она не яркая. Но, конечно, вот этот рисунок, он очень такой бросающийся в глаза. Сзади такая складка интересная сделана. Довольно широкое такое платье, туника, не знаю. И тут же есть такие же брюки. То есть я так понимаю, что это комплект, видимо. Ну, то есть необязательно, можно их носить и по отдельности, но, в принципе, выглядит это как комплект. И, если честно, ну, надо иметь смелость, чтобы надеть все две вещи вместе. Хоть они и не яркие, но мне кажется, что они такие, знаете, очень бросающиеся в глаза необычностью своей. И необычностью именно рисунка на ткани. Очень красивая кружевная кофточка и очень недешевая. Я не знаю, почему. Видимо, какая-то из чего-то она сделана супернатурального. Вот. Интересная такая белая рубаха. В общем-то, обычная на вид, но на белых кнопках сделана. Немножко она как-то желтоватая, мне показалось. Но, может быть, она не должна быть такая белая-белая, а, в принципе, такая немножко молочного цвета. Интересное вот это синее платье, которому я сейчас иду. Понравилось оно мне издали, во-первых, вырезом своим, рукавами и вообще фасоном. Но я когда-то очень любила такие фасоны, но в последнее время я вот эти все резиночки как-то на мне не очень, потому что пузо, жиры вокруг талии и прочие какие-то не очень вещи, которые не хочется подчеркивать. Вот эти вот резиновый верх, он очень как бы подчеркивает. Хотя нужно, может быть, взять примерочный и посмотреть, как это будет выглядеть. Даже стало мне интересно. Интересный сарафанчик, симпатичный, тоже абсолютно минималистичный, абсолютно черного цвета. Но интересные какие-то карманчики вот здесь сделаны какой-то интересным фасоном, такой расклешенный, приятно симпатичный, необычный такой. И вот джинсовая куртка, такой темной, плотной джинсы. Она довольно длинная, 4 кармана, очень дорогая. Сейчас на озвучке не вижу, но, по-моему, она стоила 275 долларов или что-то такое. Ну вот зачем, почему такая цена? Ну джинс, джинсовая куртка, ну что там в ней такого? Не знаю, я не понимаю этих цен. Никак не могу их оправдать, никак не могу понять, почему КОС имеет такую ценовую политику. Ну, у нас, во всяком случае, в Канаде. Я знаю, что в Европе он подешевле. Насколько мне известно, там нет в Европе таких цен сумасшедших, а у нас просто безумные цены. Кстати, я вот не знаю, как в Штатах. Я, кстати, никогда в КОС в Штатах не заходила. А вот интересно было бы посмотреть, сравнить с нашими ценами. Так, поехали дальше. Белая рубаха. Обычная, совершенно классическая белая рубашка, которая всегда нужна везде, всем и в любое время. Ну вот в КОС в это они неплохие. Они такие, в принципе, довольно хорошего качества и, в общем, классической формы. Вот белое платье, такое же, как синее, тоже с этими вот резинками сверху до талии. Ну, к белым платьям я вообще отношусь с некоторым таким опасением. Я вам уже рассказывала. Люблю на них смотреть, но никогда не покупаю, потому что как-то не ношу их. Опять же, по причине того, что чувствую себя в них какой-то невестой без места. Парочку еще есть таких свитеров теплых. И вот очень интересное зеленое платье на манекене. Красивое. Мне очень оно понравилось. Но, опять же, это платье не для меня, не для моей фигуры. Девочки тонкие, стройные вполне могут такое носить. Я не могу. Еще одно платье не для меня. Трикотажное платье. Все вот эти вот трикотажные такие вязаные платья узкие по фигуре. Это не моя история. У меня совсем другого типа фигура. Ну, и возраст, в общем, как бы не позволяет мне лично носить вот такое вот что-то в облегон. Мне понравилось это платье. Интересное решение. Спереди синее, сзади зеленое. Выглядит оригинально и необычно. Так вот, я абсолютно не против, чтобы женщины в моем возрасте носили такие платья. Если фигура позволяет, а мне не позволяет. Поэтому я такие платья не ношу. Хотя мне они нравятся. Интересный кардиган. Потрясающе красивого такого синего кобальтового цвета. На замочке. И сзади, видите, он так тоже интересно сделан. Необычное такое решение. Несимпатичная кофточка такая. Вот это платье я уже его примеряла. В каком-то из своих влогов какое-то время назад. И вот тоже интересно такая рубаха льняная. Собственно, платье. Платье-рубашка. Красивого зеленого цвета. Я так понимаю, что это чистый лен. Совершенно такой минималистичный фасон. Но цвет интересный. Рубаха в полоску. Очень плотной ткани. Я, честно говоря, наверное, хлопок. Но она из такой толстой, знаете, плотной, тяжелой ткани. Странная как-то. Непонятно зачем и почему. Интересный тоже фасон. Она приталенная. Длинная. Широкие вот такие манжеты. Широкие рукава. Есть в ней какая-то такая необычная элегантность. И такое, знаете, ну, что-то такое в этом есть. Необычная рубаха в полоску, а такая с какой-то изюминкой. Ну, в общем, тут дальше идут светорочки, кофточки. Вот это я в зеркале всем говорю привет. И мы отправляемся дальше. Мимо этого платья мы проходим, потому что я вам уже его показывала и даже примеряла в одном из своих влогов. Вот интересное зеленое тоже платье. Видите, очень много вещей зеленого цвета. Причем такого ярко-зеленого цвета, красивого зеленого цвета. Прям такой травяной оттенок. Это платье мне тоже понравилось. Интересное. Оно такое немножко трапеция, такое с кармашками. Чуть выше колена будет, рукав. Ну, видимо, тоже хлопковое, симпатичное. Вот это платье я примеряла, я вам говорила, вот то, что розовое висело там на витрине. И вот это черное с синим, я его уже тоже примеряла однажды. И как-то оно на мне не очень хорошо село. Еще одно зеленое платье с очень интересными такими драпировками, я бы сказала. Может быть, стоит его примерить? Не знаю. Посмотрим. Было бы, наверное, интересно. И вот это вот зеленое платье, которое висело на манекене, зеленое с черным, такой расцветка мережка, по-моему, это называлось как-то так. Красивое платье для того, у кого фигура позволяет, вполне можно его примерить или даже купить. Еще немножко украшений. Довольно простые сережки, тоже 70 долларов. Дорого, они совершенно бессмысленно не оправданы. Я считаю, что они того не стоят. Вот эти тоже интересные, такой, знаете, зелененький пластик и серебро. Но, опять же, я считаю, что очень дорого и совершенно непонятно, почему такие цены. Когда есть распродажа, она обычно есть вот здесь, вот в этом вот последнем зале, крайнем зале, в кос. Но вот видите, распродажи нету, абсолютно никакой распродажи. А вот это платье, интересное синее платье, помните, в Юникло были очень похожие, такого же типа, тоже такие трикотажные, как майка-алкоголичка, только платье. Здесь оно стоит 80 долларов. В Юникло оно стоило намного дешевле, видимо, лучше качество. Ну, опять же, простое платье, ничего в нем такого особенного нет. Вот это платье мне очень понравилось, оно очень красивые расцветки, очень приятная, на ощупь приятная ткань. И стоит оно очень немало, 275 долларов. Не знаю, почему, наверное, ткань натуральная. Но мне показалось, что она светится прозрачно. И никакой нет подкладки в нем, в этом платье. И я не знаю, как-то меня это смущает за такие деньги. Красивое платье. Ну, вот я так его растянула. И посмотрите, мне кажется, что оно просвечивает немного, хотя красивое, интересное. Я его хочу примерить обязательно. И примерки, девочки, будут в следующем видео. Я прошу прощения, но в этот день, когда я снимала, у меня абсолютно не было времени. Я бежала с работы, заскочила вот в КОС посмотреть на распродажу, которую не нашла, которую не обнаружила в нашем магазине. И стала уже снимать новую коллекцию, то, что есть. А на примерке у меня уже не осталось совершенно времени. Я на следующий день обязательно забегу и сделаю примерки. Я кое-что нашла. Мне понравились некоторые вещи, которые я хотела бы примерить. Покажу вам. А на сегодня все. Вот такой у нас обзор КОС. Подошла к зеркалу, чтобы с вами попрощаться. И надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что вам было интересно. Всем привет из Канады. Увидимся в следующем видео. Всех люблю, целую. Всем пока. Бай-бай. Бай-бай.